Минувшие затяжные выходные в Харцезке прошли спокойно и без особых эксцессов. Именно с констатации этого факта начал сегодняшнюю встречу с журналистами, исполняющие обязанности главы городминистрации Александр Левченко. Планируют наш водоканал заменить. Продолжил встречу с журналистами Александр Левченко обсуждением наболевшего для всех автомобилистов Харцезка вопроса ремонта городских дорог. В частности, речь зашла о восстановлении дорожного полотна в тоннеле и устранении аварийно-опасного разлома на въездном мосту, соединяющем улицу Филатова с улицей Клары Цеткин. В разгар рабочего дня автомобилисты, едущие с трубной стороны в центр города и обратно, вынуждены нынче выстраиваться в очередь у тоннеля. Сегодня проехать этот участок дороги быстро вряд ли удастся даже опытному водителю. Причина – глубокие выбоины на дороге, которые просто невозможно объехать. Об этой проблеме в городской администрации знают. Ремонт дорожного полотна в тоннеле намечен на начало второго квартала сразу после открытия финансирования. Однозначно будут выполняться ремонтные работы по трубной стороне, я имею в виду дорожные. Мы возле тоннеля эту дорожку сделаем. Но на сегодня, понимаете, мы засыпем сейчас, дана команда, засыпать щебнем, но это на сколько? На день, на два этот щебень, хоть какого размера его не ложи, он все равно выбивается. Как минимум, как минимум, начнутся дорожные работы, мы со смолой и асфальтной крошкой закроем эти ямы, это как минимум. Александр Левченко не исключает, что при условии достаточного финансирования из республиканского бюджета, асфальтовое покрытие в тоннеле и на подъездах к нему удастся отремонтировать капитально в начале апреля. Сегодня выделены необходимые средства на обследование еще одного аварийно-опасного участка на путепроводе по улице Филатова. В Моспо-Филатова заключен договор с Донавтодорпроект, государственное предприятие, то есть институт. Они проведут обследование, дадут заключение, и на основании этого дефектного акта и заключения там будут проведены работы. Александр Левченко надеется, что в этом году удастся выполнить необходимые ремонтные работы на путепроводе, а также привести в порядок дорожное полотно на улице Филатова в целом, так как на сегодняшний день она является участком трассы республиканского значения. 3, 5 и 9 марта в Донецке один за другим прогремели три взрыва, в результате которых пострадали мирные люди. Подробности последнего происшествия, случившегося в Кировском районе Донецка, прокомментировали в Центре общественных связей МВД ДНР. 9 марта в Кировском районе Донецка прогремел взрыв. По словам очевидцев, неизвестный мужчина взорвал гранату на проезжей части улицы Поченкова. Прибывшие на место правоохранители обнаружили побитый осколками автобус, в котором находились получившие ранения пассажиры. В дежурную часть Кировского райотдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения остановил микроавтобус и привел в действие гранату, предположительно, РГД. Семь пострадавших пассажиров автобуса с многочисленными травмами различной степени тяжести были срочно госпитализированы в Республиканский травматологический центр. Виновник взрыва и одна из женщин, находившихся в микроавтобусе, скончались на месте. Очевидцы утверждают, что погибший вел себя неадекватно и бросался под колеса проезжающих автомобилей. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще две гранаты F1. В настоящее время существует несколько версий относительно причин, побудивших неизвестного подорвать гранату. Ведется следствие. У Харциск коммунхоза новый руководитель. С сегодняшнего дня коммунальное предприятие, специализирующееся на вывозе ТБО, возглавляет Михаил Маковский, занимавший в последнее время должность главного инженера коммунхоза. Михаил Маковский пришел в сферу ЖКХ без малого 30 лет назад. После окончания Воронежского сельскохозяйственного института по специальности «Механизация сельского хозяйства» дипломированный механик в 1988 году устроился на работу в одной из коммунальных предприятий Харциска. В этой сфере я работаю с 1988 года. Было предприятие коммунальное автотранспортное предприятие, которое занималось вывозом этого выхода. Вот с 1988, может быть, с небольшими перерывами. Ну, начинал с механиков, занимал механик, инженер безопасности движения, директор. Ну, и в последнее время главный инженер. Приказ о назначении Михаила Маковского директором Харциска Мунхоза был подписан главой городминистрации Александром Левченко в понедельник, 12 марта. Должность подразумевает личную ответственность руководителя за судьбу молодого предприятия и его коллектива. Михаил Маковский к этому грузу ответственности готов. На прошлой неделе, когда наш предыдущий руководитель Трубара Николай Данилович сказал о том, что он будет рассчитываться с этой работы, меня вызвал Харциский глава, ну и предложил на эту должность. Ну, так немного подумал, я согласился, потому что давно работаю. Самая главная идея и планы, они на виду. Дело в том, что проблем на предприятии очень много, наследство осталось тяжелое, у нас большие долги, долги по электроэнергии, долги по горюче-смазочным материалам, задолженность по заработной плате. То есть, вот это все самое основное нужно, как говорится, погашать и делать так, чтобы предприятие работало хотя бы не в прибыль, хотя бы по нолям. Почти 3 миллиона рублей – таков на сегодняшний день долг Харцискомунхоза, включающий в себя невыплаченную вовремя зарплату сотрудникам, накопившуюся за должность запотребленной электроэнергией и топлива. Новый директор надеется со временем решить все проблемы, при этом, будучи реалистом, пока не берется твердо гарантировать стабильную работу предприятия по регулярной очистке Харциска от мусора. Новый директор надеется со временем. Новый директор надеется со временем, когда в СМИ выросли на 0,7%, в то время как месяцем ранее рост цен составил 1,5%, в основном за счет удорожания овощей и фруктов. В лидерах подорожавших в феврале товаров – картофель плюс 16%. Цены на фрукты, орехи, ягоды, овощные консервы выросли за месяц в пределах 3-4%. Овощи, мороженое, сыры, сливочное масло, сахар подорожали не более чем на 1,8%. Практически на прежнем уровне остались цены на молоко, яйца, соль, муку, растительное масло, кондитерские изделия. По тем же данным главстата, подешевели в феврале крупы и бобовые на 2%, фруктово-ягодные консервы на 1,4%. Незначительно снизились цены на кофе, чай, рыбные и мясные консервы, колбасы, макаронные изделия, мясо и птицу, рыбу и морепродукты. Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен в феврале отмечен на канцелярские принадлежности 1,8% и дизельное топливо 1%. В то же время сжатый и сжиженный газ стал дешевле на 6,8%, одежда на 3,2%, обувь на 1,3%. В целом за минувший месяц отмечено снижение цен на непродовольственные товары на 0,4%. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале Товосфера. Машмеллоу Ответный праздник приурочили к 14 марта. В этот день мужское население Японии дарит женскому населению сладости белого цвета. И все это действие называется незатейливо. Белый день. Существует негласное правило тройного возвращения. Ответный подарок должен быть в три раза дороже полученного. Мы тоже ввиду неблагоприятного прогноза погоды на 14 марта можем порадовать себя чем-нибудь сладким. Днем облачно, возможны осадки, дымка. Температура воздуха минус 1 градус, влажность 95%, юго-восточный ветер 7-9 в порывах до 14 метров в секунду. Ночью пасмурно, временами дождь, тумань. Температура воздуха плюс 4, южный ветер 6-9 метров в секунду.